привет друзья вы на канале михаилов олег стартап меня зовут михаилов олег мы занимаемся ремонтом бытовой техники в сша мы находимся в калифорнии силиконовой долины а также в тампе штат флорида сегодня у нас понедельник замечательный день вчера у нас был очередной стрим прямой эфир на канале михаилов олег стартап спасибо огромное что вы поучаствовали в этом стриме достаточно много людей было на стриме в пике 13 человек для нашего канала начинающего это очень большой результат друзья вы задавали свои вопросы я на них старался отвечать прям сразу в прямом эфире надеюсь на многие вопросы которые вы задавали вы получили свой ответ также спасибо за все лайки которого оставили да также спасибо что вы продолжаете комментировать видео это помогает продвижению канала всю ту активность которую мы создаем на канале помогает развивать наши комьюнити помогает развивать наш канал вот что не может не радовать ну конечно вот сейчас мы позвоним клиенту мы поедем с вами на одну интересную доделку нужно будет в дешево шире заменить диспенсер до дверь так открываем нашу программу house qpro программа house qpro и такая программа где мы ведем учет наших заказов это не единственная программа которой мы пользуемся также мы пользуемся другими серым системами а в связке с этой программой вот и у нас получается все очень так вот красивенько давайте сейчас позвоним в кэмпбелл нажмем кнопочку i'm on my way что мы в пути и позвоним клиенту клиент у нас карла позвоним скажем что мы едем так нажимаем позвонить и холом и мандисис оскар about your dishwash и мэм аймон мауэй и так опять вот смотрите телефон я когда переключался с карты переключался здесь совершить звонок у меня карта автоматически вылетела из памяти ну то есть невозможно так работать то есть когда постоянно из памяти что-то вылетает когда мало оперативной памяти до в телефона но это просто но ужасно поэтому вот 13 по моему октября выйдет вас будет возможность купить новый телефон и вот при при самой первой возможности я это сделал я обновлю свой вот этот текущий телефон вот чтобы вот но не испытывать вот такого дикого дискомфорта так друзья значит что еще хотел бы сказать мне очень вчера понравился честно говоря стрим который я проводил вот хотелось бы наверное на постоянной основе проводить такие стримы по субботам или по воскресеньям вот напишите пожалуйста комментариях удобно и удобно или время для вас было для этого стрима потому что по калифорнии это было 11 часов вечера а по москве это было 9 часов утра это было уже понедельник для как бы россии да получается так ну для московского времени а для меня это было воскресенье в принципе можно и в субботу вечер тогда это воскресенье утром будет вот просто напишите что вы думаете как когда удобно проводить стримы утром или вечером вот было бы интересно не забывайте подписываться на наши телеграм-каналы как-то один подписчик да или просто человек который заходил на стрим спросил у меня а можно ли попасть телеграм-канал если ты не сша да в принципе вы можете зайти в этот телеграм-канал подписаться там где помощь технику да сейчас тут ссылочка выскочит вот вы можете это сделать конечно но актуальности возможно вам будет мало актуально потому что мы именно помогаем до тем кто именно работает вот с американской большая аудитория да вот больше человек людей вот именно вот из этой сферы именно на территории сша поэтому конечно же в первую очередь нам интересные техники которые находятся в сша и хотя друг другу помогать вот этот чат именно для этого вот но ничего страшного если вы там где-то жить в другом городе другой стране это же там иногда подсчитывайте какие-то ремонты может быть вы собираетесь там переезжать и планируете тоже заняться этим видом деятельности тогда это будет круто что еще так знаете когда веду стрим так время быстро летит что в принципе хотел вот то 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 рассказать но ничего не успеваешь я не рассказал ничего про портал в каком у нас состоянии мы не посмотрели там с вами всякие там обучающий момент который хотел вам показать в общем все получилось очень так скоротечно и вот этот вот эти 50 минут которые прошли они просто пролетели вот плюс еще пока я разговаривал я немного реально устал это знаете это прям реально полноценный такой такой эфир где нужно постоянно общаться постоянно что-то рассказывать это тоже ну так скажем непростое занятие так скажем да вот вот как то так друзья в общем порекомендуйте пожалуйста этот канал знакомым техникам может быть людям технарям которым бы могло быть интересен ремонт до сша вот и вообще вот эта тематика так вы поможете продвижение канала еще быстрее мне задают очень много вопросов странно такой классный канал а почему так мало подписчиков ребят еще раз скажу вот говорил это в стриме говорил уже неоднократно канал растет бешеными темпами просто это не видно вот прямо сейчас очевидному глазу да и вам кажется то что 208 подписчиков это очень мало но на самом деле если посмотреть количество просмотров которые до проходит вообще просто посмотреть статистику то есть канал вырос в 60 процентов то есть больше чем ну там не знаю два раза ну то есть понимаете рост но колоссальный я надеюсь что этот рост тенденция роста будет сохраняться и у нас будет с каждым разом набираться все больше количество подписчиков больше просмотров тогда это будет уже мы будем уже выходить на такой более солидный уровень вот но как говорили другие подписчики нужно на все время то есть мы надеемся до конца года выпускать видеоролики в таком же режиме в таком же формате каждый день по видеоролику вот а там уже мы посмотрим как какую сторону двигаться вот друзья ну все хватит новостей на сегодня тем временем мы отправляемся в сан-хосе ехать не 25 минут разговор с клиентом вы слышали она нас ждет парт у меня вон там взади собственно говоря едем сейчас посмотрим получится у меня что-то поснимается для вас или нет сейчас посмотрим соответственно не переключайтесь оставайтесь с нами и увидимся с вами сан-хосе так ребят все я приехал кстати зацените масочку сейчас я вам покажу вот такая вот масочка если вы обратили внимание в то масочки вот здесь вот наш логотип нашей компании сожалению маска белая и когда грязными руками трогаешь сразу видно вот эту грязь это немножко был такой небольшой прокол с моей стороны заказать белую маску вот но как бы следующий раз наверно закажу другую просто ведь это черная вот черная она как бы я не знаю как бы это все смотрелось там надо было инверсию цвета делать в общем не было это время на все так облачаемся нашу форму рабочую видите я сейчас просто футболки езжу она такая более приятная для тела в отличие вот этот рубашки да вот эта рубашка она по качеству не совсем крутая она такая синтетика и совсем не дышит поэтому я одеваю только в тот момент когда прихожу клиенту вот а есть у меня уже такая знаете хлопковая рубашка но они все на данный момент в стирке вот вот почему важно иметь не одну рубашку а 34 рубашки новенькому технику я тоже дал две рубахи до вылу чтобы у него было про запас соответственно кепочка у него уже есть такая же вот как сказать на лицо визитки у него уже есть так визитками в кармане да визитки в кармане все отлично так ну что берем камеру вот это вот которая на голову на голову вешается вот я берем привет знаете мне просто нужно взять без чехла потому что чехол тут другого у меня есть так осталось взять парт для клиента и пойду делать работу а парт у нас где спенсер вот он закрывается вот так вот потом здесь есть специальный соленоид вот он на него поступает питание и он так чек открывает дверку вот есть еще вероятность то что сломан не этот парк аборт который не может дать 120 вольт именно на соленоид я об этом клиенту предупредил сейчас зайду тоже ему обязательно напомню про это потому что можем может забыть клиент вот чтобы если что у меня был так скажем ну были аргументы что я вам говорил да что это может еще быть и борт очень часто как это проверить бортре соленоид но просто нужно поймать тот момент когда на соленоид то короче или на в либо на соленоид просто 120 вольт дать вот сюда прям аккуратненько и такой провод должен быть на конце этого провода должно быть два таких крепежа одеваешь и включаешь если сильно открывается то все в соленоиде нет проблем вот но мы пошли другим путем я не стал ничего там проверять никаких проводов мы просто заказали парт и все идем сейчас его устанавливать если поможет то отлично если не поможет то что по-моему него счет от двери закрывается я вот не помню ладно сейчас пойду все узнаем так ребят я уже пришел клиента сейчас вы просмотрите видео может быть мы это видео немножечко ускорим но в общем вы поймете основные моменты как менять на general electric диспенсер это не очень просто оказалось для меня это был впервые опыт такой но собственно говоря как бы я справился с этим вопросом ну как бы нормально так давайте быстренько сейчас по фотографии вам покажу значит вот эту дверь обратите внимание на этой двери по кромке нету никаких скрузов потому что ну как бы я знал что это так разбирается но сам на практике никогда не делал вот там скрузы нужно откручивать не по боку да там специально всю дверь нужно снимать вот следующая фотография эта модель все больше фотографий нет приятного просмотра вот и после этого просмотра видео подведем заключительные слова вот они и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Добавил Добавил Субтитры сделал DimaTorzok 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 Пока-пока DimaTorzok DimaTorzok